МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Светлана Гражданкина. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Сгорели гаражи машин. Надоснователи расследуют причины пожара по улице Ленина. Мегабайты вместо бумаги. В городском архиве создана электронная картотека. Теперь очередь за оцифровкой всех фондов. Молодые и амбициозные подведены итоги конкурса профессиональная команда города. В числе лауреатов работник Газпромнефть Муравленко. По итогам октября Ямал оказался в списке регионов с максимальной социально-политической устойчивостью. При этом у Ямала-Ненинского автономного округа самый высокий балл – 9. Стоит отметить, что в предыдущем месяце регион также занимал лидирующую позицию. Кроме нашего округа в рейтинг регионов с максимальной устойчивостью вошли Сахалинская, Томская и Ульяновская области, Чукотский автономный округ, Хакасия, Мордовия, Белгородская и Ивановская области. Аутсайдеры в рейтинге Республики Кавказа, Северная Осетия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает информационное агентство «Северпресс». А в нашем городе продолжают развивать электронные муниципальные услуги. Сейчас у горожан через всемирную паутину есть возможность посетить виртуальную приемную главы администрации, записаться к врачу или узнать размеры социальных выплат. А последнее нововведение позволяет прикоснуться и к истории города. В городском архиве завершили создание электронной картотеки, доступ, который теперь открыт абсолютно для всех. Тему продолжит Евгений Дегтяренко. Информационно-поисковая система электронный архив появилась год назад. За это время в электронный формат перевели все описи дел. Громадная работа, ведь фонды муниципального архива насчитывают миллионы материалов. Это и официальные документы муниципальных учреждений, и обширное фото и видеотека, и личные архивы горожан. До недавнего времени, чтобы хотя бы узнать о наличии интересующего документа, необходимо было прийти в архив и написать соответствующий запрос. Теперь сделать это можно, не выходя из квартиры, посетив интернет-сайт архива. Кстати, в течение года в общей сложности в учреждении обрабатывают около 3,5 тысяч заявок. Чтобы заполучить доступ к работе этим документом, требовалось какое-то время. То есть руководитель рассматривал, потом передавалось это в читальный зал, человек приходил через день, через два, то есть это длительная процедура где-то достигала дней 5, пока он мог получить. Сейчас это у нас немножко уже упрощено в пределах одного дня. Впрочем, чтобы заполучить необходимый документ, пока все равно придется посетить архивариусов. В идеале, говорит Альвина Рылеева, здесь стремятся прийти к тому, чтобы и этого не делать. Но прежде необходимо оцифровать все фонды учреждения. И этот процесс уже начался. Он может занять несколько лет, ведь работникам архива приходится иметь дело с тысячами томов документов, как здесь говорят на бумажных носителях, а есть еще аудио и видеозаписи. Вот как происходит процесс оцифровки. В темной комнате установлен специальный сканер. Единственный источник света сам сканер, иначе качественной копии не получить. Если бывают листы с двусторонней печательной записью, то в день у меня где-то по два дела уходило, а в делах примерно по 250 страниц. Уже оцифровано около 5% от всего фонда. В первую очередь делают электронные копии документов административного характера, приказы распоряжения муниципальных организаций. По мере того, как работа будет продвигаться, копии станут доступны широкому кругу горожан через поисковую систему архива. Когда процесс оцифровки завершится, многие грани истории города станут буквально в смысле как на ладони. Достаточно лишь иметь мобильный гаджет, планшет или сотовый телефон с доступом в интернет. Евгений Дегтяренко, Тимофей Сапильник, новости нашего города. Накануне в администрации города были подведены итоги конкурса «Профессиональная команда города». Из семи претендентов на звание лауреатов экспертная комиссия отобрала пятерых молодых людей, представивших наиболее интересные и востребованные в городе проекты. Подробности у Эрнеста Бавшина. Первый конкурс «Профессиональная команда города» стартовал в Муравленко в начале 2013 года. Участникам предстояло пройти несколько этапов. На первом конкурсанты сдали необходимые документы и прошли онлайн-тестирование на оценку интеллектуального потенциала. На втором этапе в сентябре все участники сдали свои проекты и прошли процедуру собеседования и защиты своих работ. И вот накануне в администрации города состоялся финал конкурса, до которого добрались 7 человек. Сегодня будет принято решение о включении в число лауреатов данного проекта претендентов, которые достойно сегодня выступят. и покажут свой проект. Среди финалистов молодые люди самых разных специальностей. Нефтяники, учителя, медики, спортсмены. И каждый из них представил на суд жюри свою идею, которая, по их мнению, может быть реализована в городе и улучшит жизнь горожан. Так Петр Дуда рассказал о проекте, направленном на помощь инвалидам по их социализации в обществе. Наталья Заболоцких уверена, что ее идея поможет в работе с некоммерческими общественными организациями. А Олеся Шабан со своим проектом «Стоп в подъездный хаос» пытается украсить подъезды и привить молодежи чувство прекрасного через творчество. Мы нарисовали по адресу Ленина 139 второй подъезд два этажа. Вышло все красиво. Действительно, мы перед этим собрали согласие всех практически жильцов данного подъезда. Ни одобрения мы не услышали. И сейчас даже провожу небольшой так соцопрос среди своих знакомых. Все говорят, что да, хорошее написание вот этих вот художественных рисунков на стенах и вполне как бы симпатично. Вот поэтому одобрение получено. Еще одна участница конкурса Елена Талько предложила комиссии свой проект по созданию в городе медицинского центра, который будет оказывать населению платные услуги. Это, по ее мнению, значительно расширит возможности городской системы здравоохранения и поможет решить целый комплекс проблем в этой отрасли. Я думаю, что мне удалось это сделать. Мой проект реализуем. Это вопрос времени. На сегодняшний день вы уже что-то предпринимаете? Какие-то шаги к его реализации? Да, я осуществляю поиск помещения для реализации моего проекта. Это проект по созданию частного медицинского центра. Нефтяник и спортсмен Радик Минибаев представил социальный проект по созданию в городе школы большого спорта. Причем защищал он свое детище по интернету. Радик не смог лично присутствовать на защите и делал это в скайпе. Еще один представитель градообразующего предприятия Манаб Халидов считает, что перевод автомобилей на газ значительно сократит расходы на топливо и улучшит экологическую ситуацию. А Гузель Карпова предложила программу по трудоустройству выпускников колледжа в детские и дошкольные учреждения. Все выступления были внимательно выслушаны и комиссии предстояло вынести непростое решение, кто же все-таки станет лауреатом конкурса. В итоге лауреатами конкурса стали Петр Дуда, Наталья Заболоцких, Лена Талько, Олеся Шабан и Радик Минибаев. Далее ребят ждет следующий этап это школа профессионального роста в ходе которой они научатся работать на муниципальных должностях а возможно кто-то из них воплотит свой проект в жизнь. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. Более подробно о том, как победители конкурса профессиональная команда города шли к своему успеху и что будет с ними дальше в нашей рубрике Актуальное интервью. Сергей Набиевич, мы присутствовали на подведении итогов конкурса профессиональная команда города получилось довольно интересно и вот выслушали мы семерых молодых людей которые представили свои проекты которые дошли до последнего этапа скажите чем руководствовалась экспертная комиссия когда вот эти проекты допускала к третьему этапу каковы были критерии оценки этих проектов На втором этапе когда были представлены данные проекты здесь уже экспертный совет рассматривал с точки зрения там двух критериев первое актуальность для нашего города и второй критерий это возможность его использования данного проекта для какой-то из вида деятельности для нашего города вот они попали там где-то 11 проект было представлено были отоплены 7 проектов которые в принципе часть этих проектов можно сказать даже практически без предварительной подготовки могут быть использованы в разных отраслях народного хозяйства нашего города вот по этому критерию эти проекты у нас были отобраны Трудно было вообще выбрать лучших из лучших? Вот вчера было достаточно трудно я вот для себя так посмотрел если бы нужно было отобрать какое-то определенное количество людей допустим 3 или 4 достаточно сложно было бы из них отобрать ребята вот 5 тех претендентов которые стали лауреатами они достаточно грамотно аргументированно где-то даже на вопросы которые были достаточно такие интересные они находили ответ умели отставить свою позицию да где-то соглашались что-то недоработано но тем не менее каждый из этих ребят это личности личности которые смогли свою идею даже часть из которых даже начинает реализовываться сами без финансирования еще какими-то моментами они показали что эти люди способны что-то делать я думаю они найдут достойное применение вот в нашем городе то есть один из критериев можно так сказать не только скажем вот практическая часть да сам проект а еще и как человек как умение его подать себя это тоже играло немаловажную роль конечно играло очень большую роль есть в любом случае в любом конкурсе какая-то определенная субъективность здесь кроме самого проекта было важно уметь вернее увидеть как человек умеет позиционировать себя доводить свои идеи до людей потому что достаточно сложно вроде бы проект интересный а если подача у него достаточно слабая и комиссия не понимает что этот человек хотел в этом правильном состоянии достаточно сложно бывает оценивать ну вот большей части ребят вчера это удалось комиссия это оценила ну вот в итоге выбрали мы этих пятерых человек что дальше будет с победителями они будут как-то карьерно развиваться или может администрация все-таки рассмотрит и даст денег на реализацию их проектов дальше мы начинаем следующий проект следующий проект будет называться школа профессионального роста в рамках данного проекта будет несколько таких этапов обучения стажировка участие в различных комиссиях в рамках администрации города вообще городских комиссиях то есть мы в течение нескольких лет будем с этими ребятами развивать их давать им определенные там через стажировки и другие формы возможности себя проявить и почувствовать какой отрасли они бы принесли больше пользы для города сама реализация проекта их проекта это не цель нашего проекта была да вот некоторые идеи они будут однозначно использованы они будут поддерживаться и будут реализовываться но тем не менее мы увидели ребят которые способны что-то делать нам надо им дать определенные практические знания дать какое-то определенное теоретические знания и постараться из этих людей сделать специалистов которые пригодятся для города которые дадут определенный толчок к какой-то сфере деятельности нашего города вот то что хорошо что там представлены достаточно разнообразные сферы нашего города и образование и физкультура медицина вот основные вот эти болевые точки и общественные какие-то организации в принципе все то где нам нужны новые кадры где нам нужны новые там знания где нужны новые вообще взгляды возможно посмотреть с другой стороны на эту ситуацию медицинский проект мне чем понравился он у нас как раз есть такая потребность вот такой организации мы видим да и очередность больницы достаточно большая если появится такая другая организация я думаю часть вопросов по медицине она бы сняла бы есть достаточные идеи я думаю эти ребята вырастут за пару лет они будут участвовать в общественной жизни города они будут у нас участвовать во многих мероприятиях будут инициаторами других возможно проектов их будут реализовать и сам проект школы профессионального роста у нас он нацелен на три года вот в течение трех лет будет вот такая определенная с ними работа то есть это некий кадровый резерв теоретически они могут любой из них имеет право участвовать в кадровом резерве в управленческом кадровом резерве уже со второго тура вот первый тур как обычный экзамен они уже сдавать не будут они пойдут только на собеседование вот у них реальная возможность на муниципальную службу поступить ну намного легче чем другим им уже это предоставлено но здесь я вижу свою задачу чтобы ребята были и теоретически практически подготовлены чтобы прийти и начать работать чтобы не учились они в процессе работы уже как обычно большая часть происходит чтобы было у них определенное время в течение которого они поучаствовали вот в жизни практической жизни нашего города уже приближенной вот к администрации или другим каким-то структурным подразделениям вокруг этого уже понимая систему этой работы через определенное время они были готовы занять те или иные должности и скажем так это был первый такой опыт проведения конкурса подобного в нашем городе планируете ли продолжать в следующем году следует ожидать второй конкурс профессиональная команда города я думаю скорее всего наверное мы будем это делать потому что 5 человек это недостаточно нам нужно хотя бы человек 15-20 чтобы вот таких перспективных ребят мы отобрали и с ними определенную работу вели работа будет продолжена в следующем году мы будем продолжать данный проект и начнем проект школа профессионального роста вот для самих лауреатов данного конкурса спасибо в Муравленко сгорела иномарка пожар произошел накануне в половине девятого вечера как рассказали в Муравленковском гарнизоне пожарной охраны первоначально спасателям сообщили о возгорании гаража рядом с домом 52 по улице Ленина когда дежурный караул прибыл к месту происшествия оказалось что внутри находится еще и автомобиль Митсубиши на ликвидацию пожара понадобилось лишь около 10 минут однако этого времени оказалось достаточно чтобы машина полностью сгорела по причине данного сгорания могу сказать только одно что материальные ущербы причины устанавливаются но предварительно наиболее вероятная причина данного сгорания является аварийный режим работы какого-либо электрооборудования но впоследствии по материалам проверки уже будет установлено более конкретно в пятницу выходит свежий номер газеты слово нефтяника сейчас коротко о том что корреспонденты газеты на этой неделе подготовили для своих читателей слово нефтяника читайте в свежем выпуске с 1 января 2014 года пенсионные права россиян будут определяться по новым правилам накопительная часть пенсии в пенсионном фонде России будет формироваться на основе двухпроцентного перечисления страховых взносов в накопительную часть пенсии в чем суть новой формулы и как мы можем повлиять на свою пенсию обо всем этом на третьей полосе издания подробно рассказывает начальник управления ПФР в городе Муравленко Радикша Ахметов молодые специалисты Газпромнефть Муравленко приняли участие в третьей научно-технической конференции компании Газпромнефть которая прошла в Сколково на таких интеллектуальных форумах все участники представляют свои инновационные проекты делятся своими наработками и обмениваются опытом а главное это хорошая стартовая площадка для карьерного роста на четвертой полосе газеты муравленковские нефтяники рассказывают читателям как прошла конференция и каких успехов они добились на ней 10 ноября день сотрудников органов внутренних дел в канун профессионального праздника полицейских корреспонденты СН встретились с начальником ОМВД по городу Муравленко Нилом Хвеско о том какая на сегодняшний день криминальная ситуация в городе и кто совершает больше всего преступлений читайте на шестой полосе газеты Слово нефтяника Слово нефтяника видим все говорим главное Это все о чем мы успели вам сегодня рассказать далее вас ждет прогноз погоды на завтра более подробную информацию о том что произошло в городе и регионе в последние часы вы всегда можете узнать на сайте муравленко.рф а я желаю вам всего доброго и до свидания Зима наполняет мир красотой но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы какой бы ни была зимняя дорога волшебной или непредсказуемой вы спокойны за близких когда впереди надежный ориентир на любой АЗС Газпромнефть по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием сеть АЗС Газпромнефть надежный ориентир на зимней дороге 8 ноября в Салехарде около 0 ветер юго-западный до 4 метров в секунду в ноябрьске 1 градус мороза юго-западный ветер до 8 метров в секунду в Муравленко 8 ноября минус 1 ветер юго-западный до 9 до 5 метров в секунду